Сейчас я представляю вашему вниманию Олега Васильева, участника болгарской антарктической экспедиции. Hi, Олег, how are you? Super. So, Олег, could you share your screen and we will start our presentation? Сейчас Олег будет показывать свою презентацию, а я буду переводить. Just a second? Yes, sure. Okay. Right now we see you, you need to click to share the screen, to confirm that you share the screen. I think I... Okay, sorry. How is now? It's good. If you run your presentation, it will be good. Super, super. So, we are here and everybody are watching your screen and you may start and I will translate. Okay. Just a few words as an introduction to my work in Antarctica. Вначале Олег хотел бы рассказать несколько слов о введении, о работе в Антарктике. First of all, it is a very challenging area of work. There are many reasons for this place, for being such a demand for many types of scientists. But I will not put an attention on this topic, but I will further go to my work. At the end, if you have any questions about this issue, we can put it into chat or questions or mails. Please, Maxime. Yes. Yes. Олег предполагает сейчас рассказать о своей работе, но если у вас будут вопросы об этом месте и вообще, почему это настолько интересное место для исследования, Олег расскажет потом по завершению презентации. Yes. Yes. There are three main reasons why I use the word challenging area of work. Есть три основные причины, почему он выбрал это место для исследований. And none of them is in common in the area where most of the participants in this seminar are used to work. And this place is different from the places where many of you work. Number one is the environment is extremely severe. There are heavy winds with enormous gusts. Enormous, I mean, a gust which could take for more than 40 meters per second. В первую очередь, здесь очень большие ветра, которые достигают даже 40 метров в секунду. And this is the common environment. This is common for Antarctica. And this is common for Antarctica. The only exclusion I've been into is the Himalayas, where such a gust used to happen, but it is not quite common. Единственное место, где он еще раз встречал такую ситуацию, это в Гималаях, но это не настолько было часто там, в Гималаях, а здесь это обычно. A sequence of the high wind comes at a very low temperature, as low as minus 15, minus 25, excluding the chill of the wind. And all these conditions are typical for the very summer of Antarctica. И все эти особенности окружающей среды, они даже действительные для лета в Антарктике. И второй осложняющий фактор, что все время работы в Антарктике у Олега нету ни интернета, ни света. То есть он встречается с большими трудностями, связанными с организацией работы. Это относительно полевых работ. Относительно полевых работ. And the third issue is the difficulties coming from the hazardous terrain and the access of the take-off point. И третий, очень важный момент, это труднодоступность территории и опасность для передвижения по этой территории. Олег участвовал в нескольких антарктических экспедициях с 2017 по 2019 год. Да. Место работы это остров Ливинстон, который является частью другого острова, к сожалению, я не уловил название, Южно-Шатланд остров, и это находится порядка 80 километров от Антарктики, и вы видите, вот это изображение очень хорошее, оно показывает реальное место работы, и вот там вдалеке, на уровне горизонта, вы видите уже материк Антарктики. Остров Ливингстон, так же как и все окружающие острова, это результат вулканической активности, которые были миллионы лет назад. И есть очень много научных причин для научных специалистов, почему они решили исследовать его. И Олег покажет только основные направления, где используются дроны, и это основное преимущество использования дронов. И все эти вопросы связаны с высокой динамической активностью, или тектонической, может быть, активностью, и они очень важны. И observation from a drone-based solution is incomparable with an existing satellite observation, where the resolution is quite-quite low, and we cannot distinguish unnecessary data. That is why a low-flight approach is the only solution. И дроны по сравнению с космической съемкой дают более детальности, в первую очередь из-за разрешения снимков, из-за чего дроны не являются конкурентами для дронов? То есть дроны дают наиболее большую детальности. И в первую очередь основная задача идет от исследователей ледников, которые исследуют, как ледники создаются, как они создаются, как они создаются, как они создаются. Как они двигаются и как они создаются? This is very important, and I will place some photos just some minutes later. We used to place a reference mark on the body of the glacier, and estimate their initial coordinate. And during our stay in Antarctica, which starts from mid-november to the beginning of April, this is the summer season in Antarctica, we used to monitor these field marks. И для оценки движения ледников они используют специальные марки, по сути дела, как Ground Control Point, как у нас опорные точки, которые устанавливаются на ледники, и в течение всего сезона они мониторят их движение. И это изображение, как выглядит остров Ливингстон? The borderline, shown on the slide, covers my work in 2019 only. И дороговая зона, показанная здесь, это зона, которая была исследована Олегом в 2018 году. I started my field work by using a stock DJI Phantom 4 Pro, and within this vehicle I fly in 2017 and 2018. И результаты были не настолько обещающие, как он предполагал. Проблемы были первые, это проблема в разрешении снимков, и второе, это проблема в построении модели, как создавалась ортофото и 3D модель. And this is how I came to Topodron, and I met Maxime, I'm very thankful for that, he pushed me too hard, and I went back to Antarctica in late 2018. И это было причиной, почему мы встретились с Олегом, и немного отвлекемся, мы проводили обучение и настраивали работу в Антарктике с помощью нашей системы. Then, in late 2018, I performed some initial flights, and came back in early 2019, with lots of equipment, and within 50 days I made more than 15 square kilometers as a photogrammetry. 15 or 50? Ah, 15, ok. И в промежуток с 2018 по 2019 год, год в сезон исследований, Олег сделал больше 15 квадратных километров исследования с нашим оборудованием. The polygon measure bounded with blue, these are preliminary survey where rough lights were taken in order to produce a digital elevation model for later approach. И полигоны, указанные синим, это полигоны, по которым выполнялась предварительная аэрофотосъемка для построения модели. Я немного добавлю, что в Антарктике зачастую отсутствует цифровая модель рельефа. А так как там большой перепад высот, вы это видели на фотографиях, то чтобы обеспечить высокое разрешение снимков, нужно летать по рельефу. Из-за этого Олег вначале выполнял съемку для создания цифровой модели рельефа. Синие полигоны это 19 квадратных километров. Синие полигоны это 19 квадратных километров. EXACTLY. Те га, эти brunchы у respect, были в 있고, большие работники провели около 3.5 квадратных километров. The software I use for planning this flight mission was quite suitable for the task, and this is Matpilot. For creating a digital elevation model, I use RGSoft Metashape. At that time it was photoscan, and for terrain follow mode I use UGCS. And Oleg first used Mappilot to make a preview. Then he created the model of the Metashape. Then he used the model of the Metashape to use the model of the Metashape. You can imagine that there is quite a short period of time, and he would have to go out to the field. And he covered the model of the Metashape for 3.5km2. Yes, actually the time available, suitable for flight, is quite... I mean, this is a kind of gambling, because you cannot count on the forecast. They are very, very unstable in this part of the world. Also, the suppliers for such service, they almost do not exist. The only information about the forecast is coming from the Chilean Navy, which produce a forecast in a three-day interval. It means, when you go to the end of the forecast window, on the third day, nothing is going to happen as it was promised in the forecast. It makes the work in Antarctica very, very demanding. In some cases, much more. And Oleg understands Russian and says that in some cases, there are more than 4km. And because of this, we discussed with him a lot about how to work in post-processing, how to use the base. And what is PPK? Yes, that's it. Okay. This is a short description of this slide, how the PPK principle is working. I think most of you might be very well familiar. In this very slide, I would mention that before going to Antarctica, I have several years of flying in Andes, in South America, in Alps, mainly in Pirol, Italian and Austrian parts, and in Nepal, in the Himalayas, Nepali Himalayas. And in most of these... Maxim, sorry, please. Okay. Okay. And on this slide, I'll show you the work of PPK and the system. Many of you know it and are familiar with it. But before that, the only thing where Oleg was flying, it was the Himalayas or the Alps in Italian parts. Okay. And during all these flight missions, I tried to use three types of UAVs. Phantom 4 Pro, Inspire 2, and Mavic Pro 1. And Inspire 2, and Mavic Pro 1. So, he used all these types of drones. Yes. The only UAV, which is equipped with supplementary GMSS receiver, is Phantom 4 Pro from Topodron. And the only drone, which was provided by Geodesic GPS-experience, was our drone, which we worked for for this. I'll give you a little bit more. Oleg has a huge experience of flying and what he does with drones. It's very interesting. Я думаю, что ему можно сделать отдельную презентацию, как подниматься на высоты больше тысячи метров или нескольких тысяч метров. Oleg, sorry, I just described that you have a good experience with the drones and you have experience how to fly more than 2,000 meters high with the drone. Yes, recently 4,000 and something. But it's nothing. I thinkли? Yes, this is. Yes, it's. Yes. It's... это и так и сделано. Это сделает обычный Phantom. Phantom 4 Pro, да, Phantom 4 Pro. И я говорю, что моя выбора пришла в единственный UAV, который, для меня, в связи с этим таск, который я использую, есть только один дрона, и это Phantom 4 Pro. Ну, выбор, Олег, пал на Phantom 4 Pro для решения всех этих задач. И Phantom 4 Pro это для него лучшее решение, потому что у него есть два-три основных преимущества. И, в первую очередь, его легко носить. Это самое важное. И второе ограничение то, что международные требования по паровозу батареи, вы можете вести только 100 ватт? 100 ватт? 100 ватт батареи? Да, это действительно так? И если вы хотите использовать батареи, допустим, от матрица 200, вы должны получить дополнительные разрешения от авиакомпании, от аэропорта. И это достаточно сложно. Ну, либо есть другие способы, как это преодолеть. И у Олега есть два таких случая очень плохих, когда это виза, это лоукостер и люфганза, когда у него были проблемы с перевозом. И Олегу пришлось заплатить дополнительные деньги за билет, как будто бы летел еще второй человек, чтобы разместить Инспайр рядом на месте, рядом с собой. И это действительно так? Вот задавали уже такой вопрос по поводу использования матрицы 600, допустим, либо там, ну, то, что вам приходится платить за перевоз большого багажа, как будто бы вы сами летите. Да, yes, sorry. You can imagine how complicated it may become if you have a chain of flights. For instance, when we go to Antarctica, we fly from Sofia to Rome, from Rome to Santiago, and then from Santiago with the domestic flight down to Patagonia. И это, вы представьте, как сложно, когда у вас перелеты с несколькими пересадками из Болгарии в Рому, из Софии в Рому, из Ромы в Сантьяго, из Сантьяго в Патагонию, и везде вам нужно с этими проблемами встречаться. Yes, every time. And when you want to make a change into your flight plan, then you just come into trouble. И если у вас хоть одна из пересадок сорвется, вы попадете действительно в проблему. И это пример, как выглядят полевые работы на острове. Вы видите, сколько изрезанных ледников и как люди ходят со страховкой. И это из этого года съемка. Они использовали несколько контрольных точек. Небольшое количество контрольных точек. Yes, based on this survey, we were able to count that the glacier is sliding with a different velocity in a different field. И используя эти контрольные точки, они могут рассчитать движение ледника. То есть эти контрольные точки устанавливаются на лед, и они двигаются вместе с ледником. We were able to distinguish that the velocity of the sliding of the glacier differs in a different area. So the velocity is different in different areas, yes? Yes, the velocity of the glacier is different in a different area. And the reason for that is that under the glacier, there is a terrain. And the glacier is sliding over the terrain, and based on the resistance of the terrain, it produces a difference in the speed. И они вычислили, что скорость движения в разных частях ледника разная, потому что под ледником находится различный рельеф и различное трение ледника с рельефом. Из-за этого скорость разная. And based on the PPK solution, by working into a relative coordinate system, we were able to understand that the difference is coming not from the noise of the data, but is coming from the glacier nature. И используя PPK решение, они вычислили, что вот эта скорость движения, разница в скоростях движения ледника, они думали, что это проблема в измерениях, они вычислили, что это именно из-за разной скорости ледника, из-за разного движения, из-за разной поверхности. This is another perspective of the same place. This is another field of work, where the mountain is about 2000 meters high. The winds here are quite demanding. This is another glacier. Could I translate? Okay. Это изображение еще одного ледника, который находится на высоте 2000 метров, вы представляете, да? И вы видите движение ледника, и вы видите, какой сильный ветер. Видно это по вот этой лощине внизу. Ага. 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 Could you continue? Yes. This is called the shelf glacier, which means the glacier lays over the surface of the ocean. And it's fragmented during its own weight. Это полка ледника, которая лежит на океане и под своим весом разрушается, и сюда очень сложно попасть. И падающие фрагменты ледника предоставляют большие проблемы при плавании рядом с ним. Мы используем лодку, который единственный способ добраться до точки взлета, откуда они выполняли изыскания, это лодка. Вот фотографии этой лодки, они среди ледников плавают. Иногда ставили базу, потом уплывали в другое место и вообще взлетали с лодки, из-за особенностей работы. И другая особенность, которую он вычислил при использовании PPK Solution, то, что он поменял способ полета. Это он летал по ровной траектории, а перешел на полеты над поверхностью рельефа. И изменение рельефа было очень значительное, где он летал. И это производило очень значительное изменение разрешения, то есть разрешение менялось из-за высоты территории над которой он летал. И он использовал его? Олег использовал UGCS, чтобы сделать полеты над рельефом, terrain following mode, так называемый, многие его знают. Для этого ему приходилось вести с собой ноутбук, летать сначала по плоской траектории, строить цифровую модель рельефа, а потом уже летать по рельефу с использованием UGCS. И, конечно, вы представляете, сколько важных моментов вы должны учесть. Допустим, если вы в лодке, вы должны учесть, что ваш ноутбук должен быть водонепроницаемым. Должен быть водонепроницаемый дрон. И, конечно, пилот тоже должен быть водонепроницаемый. И когда Олега высаживали с лодки, его спрашивали, сколько тебе часов нужно, чтобы пролететь, он говорил, два часа. Обычно они приезжали обратно забирать через шесть часов. И они всегда по радио спрашивали, ты готов? И ему приходилось говорить, нет, не надо, не приезжайте, потому что у меня есть тут вопросы по обработке цифровой модели рельефа, подождите еще два часа. И тогда они отвечали, мы к тебе вернемся на следующий сезон. Это реальная запись видео с ноутбука Олега, как выполнялись полеты. И это реальное видео, как выполнялись полеты с UGCS, используя возможность построить свой собственный рельеф и летать по нему. И это другой участок, это границы вулкана, по сути дела это жерла вулкана, вот там, где кромка воды, там дальше в воде и было вулканическое жерло. А это края вулкана. Этот полет был выполнен, используя семь батарей. Этот полет был выполнен, используя семь батарей. И, извините, И другой интересный момент, это делать съемку... Другой момент, это было делать съемку достаточно удаленных объектов от точки взлета. Вот этот четыре... Четыре с чем-то километра от точки взлета. Это один способ. Только один путь туда. И Олегу приходилось в ручном режиме лететь до этой точки, делать несколько снимков, возвращаться обратно. И это детальное фото, которое он получил в результате этого полета. И это не только фотографии, но и саму трехмерную модель в этом ручном режиме полета. Удаленность больше четырех километров от точки взлета. И основной цель данного полета было понять, как... Дизембаркейшн... Could you describe me in other words? What does it mean? Дизембаркейшн means to get to the coast by boat. А, и Олегу нужно было понять, как вообще добраться сюда и как высадиться на берег с лодки. Он не представлял, как это сделать здесь. И для этого он делал съемку эту трехмерную. But you can see that the glacier is overhanging. И вы видите, что ледник нависает. Which makes the disembarkation quite risky. И что делает высадку на этой территории очень опасной. The scale factor here is 165 meters from the sea level. And it's 165 meters from the sea level. 165 meters from the sea level. 165 meters from the sea level. And this is a little video showing the real working condition. Where we have the glacier, this is called the mouth of the glacier, where it used to collapse. И это фотографии реально или видео реальной ситуации на леднике, как они говорят, нос ледника, который разрушается. The black lines are coming from nearby volcanic activity. И черные линии это линии вулканической активности недавней. The most upper one, if you see my marker, do you see my... Yes, 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 we see. This line is dated from 1978. И вот эта черная линия, самая верхняя, датирована 1978 годом. 1978 годом было из вооружения. Exactly. Then you can see the terrain on the bottom. And you can see the terrain on the bottom. And you can see the terrain on the bottom. And you can see the terrain on the bottom. And you can see the terrain on the bottom. Does the video work? Yes, 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 it's cool. And you can see three of us facing the glacier. И вы видите трех человек. Это экспедиция Олега, которые смотрели на этот ледник. So this is a real work, a real field work. И это настоящая полевая работа. It was dated from 2019. Это было в 2018 году. 19? 19. Извините, 19. Извините, 19. Извините, 19. 20-ти интереснее. И 30-ти интереснее. Пcion Pompl successful. 22. It looks viral, it's still easy for you to find a lavorator in Antarctica. Я сказал Олегу спасибо за такой презентации, что мы не предполагали, что это такая красивая работа, но в то же время сложная и опасная. Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить на них. Олег, could you switch to on your video camera, your webcam? Is it working now? I think you are sharing your screen, just switch off sharing the screen. Okay. Stop sharing. Okay, nice to see you once again. Первый вопрос. Есть льготические пункты там? Как они выглядят и где закладываются? Okay, Олег, the first question, are there any geodetic benchmarks, and how they look like, and how they install it? Geodetic points with the well-known coordinates. There are two geodetic benchmarks. They were established through several years of constant observation. Там было несколько, два геодезических пункта, которые были установлены и измерены в течение нескольких лет исследований. И я добавлю, мы обсуждали это с Олегом, как устанавливать базовую станцию на эти пункты, и именно от них работать. И именно в постпроцессе. Следующий вопрос, это при какой минимальной температуре я осуществлялся полет? What is the minimal temperature you use Phantom? The minimum temperature, or the lowest temperature was at the end of 2017, was minus 24, excluding the chill factor coming from the wind. И минимальная температура, при которой летали Phantoms, это было минус 24, и это еще исключая фактор сильного ветра. I use Phantom 4 Pro and Mavic 1 Pro mainly on one issue, and this issue is that the user is capable to change the parameters of the engines. It gives an enormous ratio between the thrust coming from the engine, and the self-weight of the drone. И он использовал Mavic 1 и Phantom 4 Pro, потому что есть возможность изменить параметры моторов, потому что это дает возможность настроить, что ли, дрон, да? Exactly, exactly. It gives a possibility, for instance, to perform last year, to simulate a rescue mission in a crevasse, in a glacier, delivering safety equipment into a crevasse. And I film all of this work from a second Phantom, flying and assisting. Олег, sorry, I didn't catch... Could you repeat, please? Yes, the possibility of changing the power of the engines, the thrust, gives me a possibility to increase a payload of a Phantom, and last year we simulate a rescue mission. Now it's clear. И возможность изменить параметры моторов Phantom позволили ему нести большую нагрузку для того, чтобы симулировать спасательную операцию? During this operation, I was delivering a climbing equipment inside a crevasse. И в ходе этой операции, в ходе этой спасательной операции, он эмулировал перенос горно-спасательного оборудования на ледник, в районы, где разрушается ледник. Exactly. And this delivery was filmed from a second Phantom. И доставка этого оборудования была записана на второй Phantom. Exactly. И я хотел бы добавить, у Олега очень много разных настроек, допустим, как сделать так, чтобы батареи Phantom летали там 30 минут, но это возможно только на Phantom первых. Я скажу это просто по секрету, никому не говорите. Хорошо, еще один вопрос. Контрольные точки, когда закладывались, чем маркировались? Another question is, when you put ground control points, how you marked it? How did you mark it? Unfortunately, I'm not allowed to use a paint. К сожалению, не имел возможности, это нельзя использовать краску. I was allowed just to refresh an existing marker. И ему разрешили только обновлять существующие маркера. Ну, контрольные точки. Yes. For that reason, I use a normal orange reflective paint. Ну, для этого он использовал оранжевую, обычную краску. И он использовал контрольные точки, которые были заложены при предыдущей, обычной геодезической съемке этого места. И по некоторым причинам он увеличил их количество. By 300%. Did you increase the size or did you increase the number? No, I increased the size. А, и по некоторым причинам он увеличил размер контрольных точек. By 300%. На 300%. На 300%. Но это была единственная возможность. Моя основная маркера была создана в формате A2. И его основные контрольные точки были сделаны из формата A8. Заламинированы. Заламинированы. И он использовал библиотеку маркеров в A2. Еще один вопрос. Тут немножко сложно его интерпретировать. Но вот до подъема или после подъема на высоту 3500 метров пришлось ли менять лопасти? Либо заранее, либо после такого полета подъема в таких температур. И еще один вопрос. При подъеме на такую большую высоту... Sorry, excuse me. When you fly high altitude flights more than 4000 meters, did you change propellers? No, I flew with the stock propellers. Нет, Олег использовал стандартные propellers. Ну, последний вопрос. And final question. How to join expedition? I'm a physicist. Олег, как сказать, когда сам оплачиваешь? Олег волонтер и его задача научная. И он спонсирует болгарскую экспедицию, в принципе. Олег, как сказать, это не мой ответ. Я извиняюсь, я неправильно ответил. Олег, его первая задача была физические исследования, а потом он решил использовать дрон. Олег говорит, что я прав, что он полностью спонсирует свою работу сам. Олег, я не могу сказать, что он полностью спонсирует свою работу. В принципе, вопрос все. о вашем велосипеде. Я только сказал... Последний вопрос. Последний вопрос. Это возможно? От подписчиков Александра Устинова вопрос. Как удалось поднять Phantom 4 Pro на высоту 4 км? Какие-то батарейки другие используют? Есть стандартные батарейки тоже. Последний вопрос. Как вы выяснили высокую велосипедию? Вы использовали другие батареи? Или что-то такое? Я знаю ответы, но если вы хотите, то скажите. Но если не... Аааа... Это вопрос только софтверные изменения. Софтверные изменения, которые вы сделаете в батареи-контроллере. И софтверные изменения, которые вы сделаете в енжин-контроллере. Ничего больше. Все это стандартные иконы. Хорошо. Никому это не говорите, но основная тема это изменение программного обеспечения в дроне. Изменить программное обеспечение в контроллере. И вы сможете это делать. Субтитры создавал DimaTorzok